сегодня мы будем целиться по англичу так ну что бандиты полетела бомба и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик в начале данного видеоролика вы скорее всего уже увидели что я наконец-таки поднял свою новую 83 легенду вы можете меня конечно же с этим поздравить все те ребята которые принимали участие в получении данного звания вы просто красавчики спасибо всем но и сегодня хотелось бы рассказать про то как у нас вообще обстоят дела на нашем основном аккаунте что у нас вообще происходит насколько быстро поднимаются нас легенды сейчас и рассказать как у нас обстояли дела раньше ведь многие ребята наверное знают что раньше когда у нас не было никаких матчмейкингов и когда я уделял более большое количество времени на игре у меня получалось то делать намного таки намного быстрее у меня получалось поднимать колоссально большое количество опыт за довольно таки короткие сроки но сейчас конечно же дела у нас обстоят намного таки намного хуже но сегодня вот давайте рассмотрим данную ситуацию второй раз записываю данный видеоролик обожаю очень своего без куда же пожалуй я сейчас проверю что у нас тут как тут все обстоит потому что только что записал видеоролик рассказал все думаю блин классно супер вообще записал думаю бомбически открываю записи нет вот так вот бывает у нас печально все складывается поэтому ребята не забывайте также ставить лайк подписочку на канал тоже оформлять лайк плюс комментарии это конечно супер сочно аппетитно нагибаторский когда вы все это дело конечно продвигаете потому что youtube продвигать без ваших поддержек делает намного хуже поэтому если не сложно просто возьмите быстро все делайте поддержите но я расскажу вам историю о том как раньше я поднимал свои легенды как у меня это получалось делать намного таки намного таки быстрее до самая моя быстрая легенда была набита за три дня за три дня я поднимал легенду ребят вы только вдумайтесь сейчас условно говоря моя самая быстрая легенда после выхода матчмейкинга это месяц месяц три дня с про битвами с огромным желанием вытаскивать цпшки сейчас правда этого нету но когда-то это было намного таки интересней а сейчас дела обстоят намного-то и намного таки хуже в чем же проблема в чем проблема в чем суть почему сейчас настолько плохо растет легенда спросите вы меня проблема не только в том что я уделяю меньше времени игры игре но и в том что в матчмейкинге сейчас опыт поднимается намного таки намного таки медленнее да было у нас обновление которое было специально направлено на то чтобы в матчмейкинге у нас опыт рос намного таки меньше и и здесь у меня прямо сейчас встает вопрос а зачем было делать одинаковое количество опыта на все звания почему нельзя было сделать чтобы условно говоря на легендах ребята получали больше опыта за убийство за доставки за даже возвраты флага нежели например маленькие звания да я понимаю что на маленьких званиях не хочется быстро чтобы у тебя все росло ты хочешь чтобы ты побольше ноги по нагибал на маленьком звании чтобы те было проще играть но на легендах то тебе это нафиг не надо на легендах тебе бы хотелось бы чтобы наоборот твоя легенда быстро бы росла чтобы ты получал дополнительный бонус например вот сейчас очень хорошо выключил противника но не получилось здесь доставить мяч чтобы у тебя больше чтобы у тебя больше получалось набивать опыта чтобы ты мог поднимать поднимать дополнительные заработок кристаллов пить за каждую легенду то по 40 тысяч крисов дают много не мало раньше для меня это были большие цифры и раньше я думал что блин я подниму сейчас легенда чку подниму 40k и поставлю какой-нибудь шажочек на mpk ведь раньше то каждый кристалл был дорог это не то что сейчас я имею 2 миллиона и понимаю что мне их не на что тратить раньше каждый кристалл был для меня дорог и все эти кристаллы уходили в прокачку каких-то новых вооружений которые в дальнейшем помогали мне набивать этот же самый опыт в наших любимейших про битвах но сейчас кристаллы по сути не нужны но легенда и опыт в игре у нас матчмейкинг и вообще не поднимается да вы спросите меня да зачем тебе это легенда зачем тебе ее поднимать но ведь по сути для тех ребят которые настроены быстро поднимать звание например тот же борис для него это огромная проблема он не будет заходить у нас в матчмейкинг он не будет поднимать сейчас конечно в исполнении печально он не будет заходить матчмейкинг он не будет играть в нем он будет пытаться играть в про битвах дабы получать свое звание потому что у него есть цель он хочет быстрее всех поднимать опыт и играть в матчмейкинг данному игроку просто невыгодно ему не нужен этот режим ему не надо заходить сюда потому что здесь реально не растет опыт если ты поднимаешь по челленджу челлендж просто две тысячи звезд и у тебя поднимается грубо говоря сто тысяч опыта но это реально мало это реально мало когда ты все это дело бьешь еще и с приемкой и за такое количество времени которое ты уделяешь данному формату да я назову матчмейкинг форматом ты грубо говоря поднимаешь каких-то жалких 100 тысяч матчмейкинге у нас не растет опыт а если ребят сравнивать это все дело с прошками то вырисовывается у нас определенная проблема и у меня есть для этой проблемы вообще определенные интересные решения ведь можно сделать чтобы на каждое звание у нас приходилось определенное количество опыта как было у нас раньше в игре если ребята вы играете давно в танки то вы знаете то что раньше до ребаланса у нас была такая фишка что маленькие звания уничтожая большие получали большое количество опыта ну то есть все зависело от звания чем больше у тебя звание так будет проще чем больше у тебя звание тем больше опыта ты получаешь сейчас же дела обстоят совсем по-другому любое звание любой танк получает одинаковое количество опыта в матчмейкинге и по сути за счет этой проблемы легенды не могут быстро поднимать звание не могут качаться они не могут получать дополнительные плюхи да может быть маленьким званием это не требуется но легенда то хотелось бы чтобы поднималась быстрее даже для меня хотелось бы в какой-то степени поднять эту соточку но сейчас при том раскладе то что я за месяц поднимаю одну легенду я понимаю что грубо говоря я подниму там через пару лет только эту сотую легенду ведь это можно было сделать намного быстрее если бы у нас был определенный баланс опыта заработка опыта по определенному званию то есть грубо говоря бы маленькое звание бы получало бы 5 опыта а легенда получала бы например за убийство 20 и проблем то никаких бы не было бы было бы наоборот более правильная балансировка игроки бы наоборот уделяли больше был времени матчмейкингу ведь разработчики то хотят чтобы все выполняли челленджи чтобы играли бы больше в матчмейкинг но ведь сами не заинтересованы в том чтобы игроки здесь также могли помимо заработка кристаллов могли спокойнейшим образом поднимать большое количество опыта поднимать свою легенду и поднимать соответственно дополнительные кристаллы решение проблемы довольно простое но ведь никто в этом не заинтересован и абсолютно всем без разницы на то что например условный борис заходя в матчмейкинг не может поднять свой опыт и я который будет идти к своей легенде грубо говоря там еще года-два может даже больше с выполнениями своих челленджей но я-то прекрасно понимаю что в любой момент я могу пойти в прошечку и уж там точно данное звание пойдет намного быстрее у меня будет уже определенный интересный стимул не заходить в этот матчмейкинг ведь челленджи тоже у нас хуже становится может вообще стоит прекратить их выполнять и задуматься о том чтобы просто заходить у нас в игру дабы например на стримах поиграть ббпшки может что-нибудь пограбить вернуть данный режим и заинтересованность игроков вот такой вот вопрос у меня к вам чтобы вы вообще под подумали решили бы в данной ситуации хотели ли бы чтобы чтобы в матчмейкинге опыт можно было бы зарабатывать быстрее чтобы можно было поднимать больше легенду до для всех тех ребят которые играют на рейтинг которые играют на свою эффективность возможно это в какой-то степени плохая тема то что коэффициент ваш будет не такой большой но ведь и в про битвах можно поднимать отлично коэффициенты при том раскладе то что у вас например есть премка у вас есть хорошее вооружение вы заходите грабить катку и вы сто процентов получаете x больше четырех и у вас в принципе даже в прошке может все спокойно устраивать поэтому задумайтесь ребят отпишите свой комментарий вообще по этому поводу как вы считаете должно ли в матчмейкинге при всем том раскладе который сейчас имеется заработок опыта быть намного больше нежели мы сейчас имеет мы сейчас имеем 10 если вы просто уничтожаете одного противника 10 опыта если вы уничтожаете противника с при помощи еще какого-то тиммейта то вы получаете пятнашку но это реально маленькие копейки и я считаю что данную проблему можно было бы решить если была бы определенная заинтересованность у разработчиков в этом плане вот такой вот видеоролик у нас сегодня ребят получился надеюсь что он точно сейчас записался что у нас все получилось и вы обязательно поставите лайк подпишитесь на канал если вы еще этого не сделали ведь ваша активность всегда приносит свои определенные плоды в продвижении моих видосов даже по ютубу потому что youtube как я уже повторялся миллион тысяч раз не хочет этого делать не хочет ничего продвигать но вы проявляя свою активность конечно же все это дело продвигаете спасибо ребят всем за просмотр всем удачи и всем пока и